Окончательный разгром немецко-фашистских войск под Ленинградом и полное снятие блокады города произошло силами войск Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов совместно с Балтийским флотом. 20 января советские войска освободили Новгород, затем Пушкин, Красногвардейск, более 700 населенных пунктов и Октябрьскую железную дорогу, связывающую Москву с Ленинградом. 27 января 1944 года в Ленинграде был дан артиллерийский салют из 24 залпов и первый в Советском Союзе фейерверк, разрешенный Сталином вне Москвы. Десятки тысяч жителей города вышли на улицы, площади, набережную реки Невы. Среди них была и 18-летняя Валентина. В условиях блокады она трудилась на фронте, работала медсестрой в госпитале. Все ждали, все вышли на площади, на Крышин столько было, народу много, знаете, бросали эти фейерверки. Радость, прямо целовались друг с другом, понимаете, в объятиях, знать не знаем, а все целовались. Ну, ленинградцев-то мало осталось, понимаете, они все погибли. Большая часть, часть ленинградцев погибла во время блокады, понимаете. Ну, часть эвакуировалась, вот, ну, приехали потом опять на свои, как говорится, гнезда, свои квартиры. Ну, вот, ну, жизнь продолжается. Стали восстанавливать Ленинград. 27 января для Валентины Васильевны важно вдвойне. В этот день она отмечает и день рождения своего супруга. С Иваном Максимовичем они живут уже 62 года. Поздравить крепкую семью с двойным праздником пришли молодые активисты города. У нас есть полный список всех жителей и защитников блокады Ленинграда. Мы планируем обойти всех. Сотни тысяч людей, отстоявшие Ленинград, удостоены правительственных наград. Почти пять сотен получили звание Героя Советского Союза. В Сочи проживает 110 блокадников. 30 героев, участвовавших в двух великих сражениях, сегодня получили памятные медали за оборону Ленинграда и за оборону Сталинграда. Награду в честь празднования 70-летия победы вручил первый заместитель главы Хостинского района. Мы благодарны всем ветеранам Великой Отечественной войны, которые сумели отстоять и которые сегодня являются нашими основными помощниками в воспитании молодого поколения наших хостинцев. Завершением праздника стал часовой лирический концерт в Доме культуры Аэлита, подготовленный учениками колледжа поликультурного образования. Татьяна Нагорская, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ.